Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Роман выходит из биоробота, становится рядом с ним. Если в биороботе находится еще чужеродные голограммы или копии, все выходит и становится рядом. У него какая-то мумия в бинтах, в руках. Он ее с собой несет. То ли он хочет показать, что его тело как мумия, то ли это чье-то. В общем, тонкая копия вышла с этой мумии. Хорошо. Защищаем его физически биоробот защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Романа в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Романа и этой голограммой поднимаясь в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Тебе кто-то мешает? Нет, он поднялся, но мумия осталась. Таки это его тело. Он ощущает себя как мумия. А, ну он говорил, да, он писал, но там неприятные ощущения. Хорошо. Мумия осталась. Это просто была мыслеформа. Хорошо, мы приостаем Романа, интересуемся, готов ли он диагностики. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Я даю команду. Значит, три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Романа под ногами. Системь тонких тел Романа находит все. Здесь Романа-то не видно, он почти пустой. И опять канал. Поехали. Значит, демон. Суккуб. Суккуб. Даже не знаю, как его называть. Дракон, наверное, это такой, как ящерица. С таким роговым каким-то наростом вокруг головы. Так, кто это у нас там? Как они называются-то? Подожди. Дракон. Кто он? Из драков какой-то? Ну, из драков, да, подожди, у нас они были маленькие. Они небольшие по размерам. Тоже на ящериц похоже. Ящер. Ящер. Значит, он ящер, да? Нет, он не ящер. А кто он? Кому ты относишься? Он похож на Саламандра, но у него вокруг головы вот это роговое. Ну, я понимаю. Так ты Саламандр или ты ящер? Он к драконам относится. К драконам относится. Хорошо. Значит, он из созвездия Драку просто пришел. Хорошо. Дальше. Четвертый. Кто у нас там? Дракон. Какой? Красный. Бомонот. Откуда вы все взялись? Какой веселой компании, уважаемые интерференты. Сам он призвал их. Всех? Ну, нижних он призвал. С верхними тоже контракт есть. Дракон, например. Ты что? Дракон дома у него тоже. Дракон и дома у него. Понятно. Дракон, мы сегодня будем и дом чистить, поэтому мы там все будем вытаскивать. После того, как мы здесь закончим, я тебя отправлю назад в дом. И через минут 20 потом приду вслед за тобой, открою тебе портал, проверю, все ли ты убрал. И после этого я тебя отпущу на твою чистоту. Тебе это понятно? Контракт у него с ним. Я контракт расторгну. После расторжения контракта, безусловно. Он спрашивает, почему? Он спрашивает, почему? Потому что Роман изъявил такое желание. Роман, вы изъявляете желание расторгнуть контракт с Красным Драконом и со всеми другими интерферентами? Он говорит, снимите их с меня. Хорошо, Дракон, ты слышал? Они, знаешь, они все злые. Вот он злится сейчас, Дракон. Так, Дракон, я тебя предупреждаю. Если кто, я предупреждаю всех сразу в клетке. У меня есть оружие на каждого из вас. Через три секунды я превращу любого из вас в пепел. Дракон, тебе достать печать Дракона и уменьшить тебя в три раза, показав тебе, что здесь надо вести себя по правилам. Ты находишься как интерферент в клетке. То же касается демона, суккуба, ящера и гуманоида. Если кому-то что-то непонятно, скажите сразу сейчас. А знаешь, почему они злые? Подожди, они пусть ответят. Не, ему все понятно. Он просто объясняет. Он показывает, что они столько сделали, чтобы там хорошо сесть у него. Понятно. И все установить. А теперь ты хочешь их выгнать, но завтра он будет делать то же самое. И им все заново придется делать. А ты уверена, что они будут, что он завтра будет делать? Кто это говорит вообще? Дракон? Дракон, да. Хорошо. Дракон, а ты уверен, что он завтра захочет тебя вызывать? Он осознал. Он говорит, что он не вызывает меня. Он делает определенные действия. Какие действия? Расскажи мне, чтобы я тебя понимал. Он делает определенные ритуалы. Как он меня призывал. Определенные ритуалы, слова, образ жизни, место, где он это делает. Это все, в принципе, на твоей чистоте, да, ты хочешь сказать? Конечно. Все откликается в тебя. Хорошо. Роман, если вы не хотите, чтобы все, кто сейчас находится в клетке, к вам пришли, срочно меняйте свою жизнь. Переставайте делать эти ритуалы, которые притягивают только негативные и патогенные интерферентов, не дающих вам ничего и отсасывающие вашу энергию полностью. Верочка, считай, сколько энергии у Романа сейчас и какая частота вибраций? 38. 38. И? 12. 12 Гц. Хорошо, Роман. Ну, в принципе, это называется полуживой человек, потому что у вас должно быть не менее 200-300% энергии, у вас их 38. Почему у вас так мало энергии, посмотрите в клетку. Объяснять не буду. Самое страшное, что вы их сами призывали, этих сущностей, поэтому только на основании вашего воли изъявления вы можете от них избавиться. Если вы будете дальше работать с этими энергиями, с которыми вы сейчас работаете, не понимая, что вы делаете, из праздного интереса, вам никто больше не поможет. Они будут возвращаться постоянно. Вам это понятно, Роман? Ему понятно. А знаешь, вот от них идет, я не знаю, кто из них это говорит, мысль просто идет, что есть люди, которым надо с кем-то бороться постоянно. Вот Роман один из них. Ему надо полностью менять свое сознание, нести любовь, а не бороться с кем-то. То есть, когда он ищет, с кем бороться, они и приходят. А кто это говорит? Гуманоид. Гуманоид. Хорошо. Так, ладно. Хорошо, вы поняли процедуру. Мы находимся здесь легально по просьбе Романа. Он хочет вас вывести из своего биополя, всех интерферентов, чтобы вы вытащили все, оставили его в покое и оставили его квартиру в покое. Безусловно, это понятно. Если после чистки он не изменит свое отношение к тому, что он делал до этого, то каждый из вас, как я полагаю, очень скоро может вернуться. Но это его просьба, он решил согласно космическому закону, разрешающему использовать свою волю, на то, чтобы избавиться от вас. И вы должны это признать. Сейчас начинается реверс энергии. Я отдам вам всю темную энергию, которую вы дали, заберу всю светлую. После этого я рассинхронизирую. Каждый вытащит все, что он оставил. После этого я проведу проверку двумя миллионами герц. И все, кто пройдет проверку, уходят на свою чистоту. Если кто-то что-то забудет и оставит биополе, он просто сгорит в этой клетке. Такое бывало уже неоднократно. Все понятно? Да. Хорошо, переходим к процессу реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Романа спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергии в его биополе. 1, 2, 3, начали выстраиваться каналы, и сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Роману. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилием потоки в 50 раз. Хорошо, считаю у демона цифры над головой. 16. 16 герцовый. Ты посмотри, Дима, у тебя есть контракт с ним? Конечно, магическая волна. А, понятно, это он тебя вызывал или кого он вызывал? Он суккуба вызывал, да? Ты пришел, ты привел суккуба или суккуб привел, или ты после суккуба пришел? Я привел. Ты привел. Хорошо, как долго ты находишься в этом биополе, Дима? 7 лет. 7 лет. Как можно 7 лет жить и не замечать, что с демоном живешь, я не знаю. Все получалось постепенно. А, понятно, хорошо. А какая частота тебе больше всего в нем понравилась? Что там откликается у тебя? Он плотно сидит. Последние 5 лет, а первые 2 года подходы были. Закидывал, он показывает, как удочку закидывал. Я понял. На какую наживку ты споймал его? Что это было? Покажи ситуацию. Нижние. Крик был. Нижние вибрации. Нижние вибрации. Но это твои родные вибрации. Магические ритуалы. Заклинания? Это тоже. О, Роман, Роман. Артефакты. Демон, я все прекрасно понимаю. Я знаю правила. Это твоя частота. Тебя пригласили. Ты имел право прийти. Хорошо, но ты должен понять, он сейчас решил от этого, согласно своей свободной воле, избавиться. Поэтому мы стоим на его стороне. Но меня все равно бы интересовала, какая именно частичка, частота именно. Что в тебе больше всего в нем понравилось? Что это? Злость? Это крик? Это ненависть? Это какие черты на твоей частоте откликнулись тебе больше всего? Если ты 2 года вокруг него ходил, а 5 лет сидишь. А это не я дорожку проложил. Это он ко мне 2 года дорожку прокладывал. Да ты что? Занимаясь. Определенными. Хорошо. Скажи мне, его действия были направлены против других людей? Или он развивался для общего развития, брал себе эти, так сказать, пользу темного мира? Делал в общем. Делал в общем. То есть конкретно никому из людей он не нанес никакого ущерба, да? Или есть пострадавшие? Ремон говорит, он сам знает. Нам просто Роман сказал, что он никогда не направлял свои действия против других людей. А значит, он нес черноту, она по-разному на всех влияла, вот и все. То есть она по-любому какое-то свое действие приносила, но неразборчиво. Кого попадало, того и попадало, да? Он говорит, не мне тебя учить, ты же знаешь, каждое слово оно может причинять. Оно не проходит бесследно, все где-то зависает. Хорошо, Демон. Еще у меня один вопрос. К тебе есть лярвы на его биополе? Да. Ты хочешь меня попросить... Хорошо, ты хочешь эти лярвы попросить меня забрать потом? Да, я их забрал. Хорошо, я тебе их отдам, когда дойдет твоя очередь, ты все уберешь. Я дам тебе отдельную команду. Хорошо, Вера, как у нас с реверсом? Кончился. Устанавливаем фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Роман забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Роман себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Демон, у меня еще один вопрос тебе насчет креста, который он носит. Ты знаешь, какой он крест там носит? У него есть какие-то вибрации, какие-то негативные поля? Он вообще как? Он активный, неактивный этот артефакт, который у него на шее висит? Все, что вы носите, имеет свою энергию. Я понимаю, какую энергию несет этот крест? Ты должен знать, ты семь лет находишься в его биополе. Да я бы не хотела распространяться. Лишь скажу, что раз возник такой вопрос, пусть он сам сделает выводы. Хорошо. Я понимаю, тебе нельзя против себя свидетельствовать, но я, в принципе, понял твой ответ. Ты знаешь, он постоянно вот эту мумию показывает. Египетскую? Нет, его тело, которое было, когда мы его забирали. Да-да-да, что там? Ну вот у него как крест она тоже, руки расставлены. У него с головой. И она перебинтована вся вот этим бинтом. Как мумия перебинтована. Хорошо, у него был просто вопрос, как этот крест на него действует. Потом его показывает. Все понятно. Хорошо, Роман, возвращаясь к вашему вопросу, как на вас действует крест, вот так вот и действует. Как вы сейчас увидели и услышали. Это не высокие вибрации, а наоборот. Они, может, и высокие, но ими пользоваться надо уметь. Это другая культура? Нельзя с низким миром общаться. Посредством этого? И светлой вибрации. Такие вещи нужно, человек уже должен знать. Реферс закончился. Хорошо. Давай начнем тогда с ящера, саламандра. Или ящера. Как тебя правильно, ящер называть? Или ты хочешь драконом быть? Как тебе удобно? Как корректно тебя называть? Я ящер. Но я драк. Но как тебя правильно называть? Ящером или драком? Драк. Драк. Хорошо, буду тебя драком называть. Хорошо, драк. Как долго ты находишься в этом биополе? Скажи мне. Два года. Два года. Он тебя приглашал или ты сам пришел? Покажи мне момент подключки. Дракон он пришел. А, он пришел вместе с красным драконом. Нет, после. После красного дракона. Красный дракон считает цифры над головой. Красного дракона? 805. Хорошо. Как долго ты, красный дракон, находишься в этом биополе? 6 6 лет хорошо ты сказал у тебя есть контракт с ним и гуманоид и дома установки есть да я знаю и гуманоид как долго ты находишься в этом биополе 3 года гуманоид откуда ты пришел ориона а почему не сириус сразу ловец душ признавайся душа там уже внизу где внизу у темных объяснишь ты мелко сейчас все понятно давай тогда начнем гуманоиду выходить не надо гуманоид может все из клетки вытащить гуманоид приступая все что ты оставил его биополе все свои подключки вытаскивай и доклады о готовности к проверке приступая гуманоида как движущийся такой передвижной какой-то робот да ты что а что это за робот расскажи мне гуманоид он говорит что вы на планеты отправляете такие конструкции а нам что нельзя а ты не понимаешь разницу между биополем человека и планеты каждый человек это маленькая вселенная вот абсолютно верно тут уже маленькая вселенная и отправляю свои исследовательские гуманоид ты знаешь ты знаешь какой ты у меня по счету уже гуманоид в общем он показывает вот этого как такой передвижной на как на ножках робот он ползает голова плечи у него вот это ты видел его на фотографии да и он это он и ползал на фотографии и у него по ключке идут по спине вниз хорошо твоими подключками какую дискомфорт и ему причинял как это отражалось на его физическом плане он а значит был подключен кого мозгу и спинном мозгу ничего себе то есть и мысли и движения ты контролировал до жидкость находящийся спинном мозге изучал а зачем тебе эти знания особей он разных изучает ты хочешь сказать ты ученый лаборант или ты что-то воровал все-таки он воровал энергии потому что он получается влиял на его здоровье как повышая понижая уровень вот этих жидкостей и значит подключением отключения мозгового аппарата все понял все понял полный контроль хорошо гуманоид вытаскивайся вытащил жидкость не забывая сердце подключен тоже а какая твоя конечная цель была ты хотел из него что сделать если это ну как ты был просто убил робота ты биоробот бы просто уничтожил и все таким оттоком энергии сколько бы он лет еще протянул с такой конструкции воздействие на головной мозг и на позвоночник недолго вот видишь хорошо вера он все вытащил красный дракон я прошу тебя сейчас выйти вытащить все свои платы и отключить все подключки которые находятся биополе романа приступаем и докладываем не от готовности к проверке у него есть плата и она соединена получается каким-то образом все в квартире с платы достал все достал хорошо сейчас у нас выходит драко и снимает все что он оставил биополе ничего не забывает и докладывает о готовности к проверке и пока он снимает я спрашиваю суккуба суккуб как долго ты находился в этом биополе между трех и двух лет хорошо погулял получил то что хотел получить он говорит что мы продолжим гулять по первому зов хорошо роман вы слышали и я вам скажу это не угроза а в принципе вот так это все функционирует так только вы на его чистоту придете он вас услышит скажи суккуб он действительно сделал ритуал призывая к себя в его биополе или это совпадение какое-то я просто еще никогда не встречал людей добровольно приглашающих суккубов это был ритуал помощи ритуал помощи хорошо определенных сил ну понятно что не высших светлых и он получил тебя понятно хорошо вы работали с демоном в полном согласии как я понимаю да ну да хорошо вера на общее благо на общее благо хорошо мне нечего просто вам сказать сейчас ни демона не суккубу не космическим потому что человек сам добровольно их пригласил если бы они пришли вне его так сказать просьбы а насилием каким-то тогда бы безусловно я мог бы что-то воздействовать а так сейчас на настоящий момент мне просто остается выполнять мою работу хорошо так драку вытащил все вера он снял воронку сверху над головой него было еще и воронка была хорошим суккуб выходи снимай все свои ленточки ошейники все что установил цепи вера посмотри что он делал где он снимает он говорит что он с ним разговаривает говорит что ненадолго не придется снять а почему он думает что ненадолго суккуб ты думаешь он не устоит перед твоими соблазнами или как потому что лучше его знаешь чем он себя или кажется что говорит не все же как-то любит смотреть да мы живем мире чувств некоторые чувства открыт отзывается в таких мирах на астральном плане как призыв и приглашение хорошо он все снял что он снял вера он кожаные как полоски с него с шеи с рук хорошо я прошу демона сейчас выйти и снять все свои подключки которые он оставил биополе романа приступай он снимает он во первых снимает такого у него с ног растягивает как и говорит а надо ли ты что не верить с рук снимает и знаешь что да вот эти гири на руках то есть магические определенные ритуалы он который делал и к нему возвращалась многое то есть он получается на себя навешивал эти гири каждым магическим ритуалом да не каждым но многое возвращалась к нему ну конечно возвращается что посылай что и возвращается мне мой просто вопрос был нанесло ли это какой-то ущерб определенным людям но я ответ уже получил на этот вопрос демон снялся хорошо демон я тебе разрешаю забрать все лярвы которые находятся в его биопуле и не забывая ничего все убирают ноги ноги хорошо черный и вязать все стекало туда вот ноги плюс вот эти как кандалы что ли вообще у него должны быть поле в ногах по идее конечно должны быть стопы эти места и у него по всей спине наверх и до головы идет по всей спине на спине у нас были подключки гуманоида это от них дима да это получается вот от этих более да но он терпел перегрузки то есть он же опыта на нем ставил ой гуманоид но не знаю ну как тебе вот это вот опыт и ставить ну представь себе что я сейчас начну ставить над тобой опыты я захочу посмотреть что находится в гуманоиде внутри знаешь что он говорит он говорит что вот эти вот как он их называет конструкции которые вы отправляете на разные планеты да это и считается опытами вы же не видите как в целом выглядит галактика мы не стороны но это такие же живые организмы на которые вы сядете свои подсадки хорошо мы наносим какой-то вред тем цивилизациям нашими аппаратами которые мы отправляем на марс или на луну нет как может какой аппарат может вам нанести ущерб вот этот на марсе который он уже давно поломаны на луне есть там еще но там живут же вашей цивилизации какой ущерб может вам нанести этот маленький аппарат который земляне послали по сравнению с этим аппаратом который ты установил в теле конкретной души несет свои бактерии мы приносим свои бактерии чужие организмы ну хорошо если ты считаешь это каким-то вредом ну не буду здесь дискутировать хорошо так у нас все контракты есть с романом у красного дракона и демона или еще у кого-то есть только у них хорошо красный дракон и демон я тогда задержу вас чуть-чуть до полного расторжения этих контрактов дракона я потом отправлю в квартиру демон уйдет потом на свою чистоту закончилась рассинхронизация хорошо подхожу к роману кладу руки на плечи и даю импульс высокой аббрационного шока удара сжигая все каналы к интерферентам на счет три один два три удар сжигается все каналы отлетают открывается портал в галактическое ядро все каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию закрывая печатаю растворяя у него остался канал с драконом из демона из-за этого конечно из-за контракта все понятно будем еще у него истощенное психологическое состояние он истощен психологически с кем поведешься здесь как раз мало присутствует тех кто поднимает психологическое состояние а наоборот все его понижает значит тогда буду отпускать гуманоида драко и суккуба суккуб ты готов уходить готов скажи суккуб последний вопрос че так думаешь что он быстро вернется что ты быстро вернешься к нему думаешь он тебя опять позовет или ты надеешься посмотри на него он по-другому не умеет можно научиться для этого мы здесь научиться ничего страшного хорошо открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба 1 2 3 суккуб забирает все что он с собой принес уходит на на свою чистоту забывая дорогу назад закрывая печатали растре хорошо он драку ты готов уходить открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте драко 1 2 3 и он уходит на свою чистоту забирает все что он с собой принес забывая дорогу назад закрывая печатали растворяя готова Хорошо, гуманоид, ты у нас остался Скажи мне, гуманоид, у меня еще один вопрос к тебе О том моменте, когда ты к нему подключился Где ты его нашел? Он тебя звал? Или как это было? Это был какой-то ритуал? Или как мне понять? Почему ты обратил на него внимание? Знания искал, но выбрал нижние вибрации Подумал, что с ним можно поработать А ты мог бы ему что-то дать? Или бы дальше экспериментировать? В каком плане? Ну, в плане знаний Он бы получил от тебя какие-то знания Или просто стал жертвой твоего порабощения Где ты к нему подключился? Он получил те знания, которые искал От тебя ты ему дал что-то? Нет Понятно, хорошо Мне просто нечего ему сказать, действительно, Вера Ты знаешь, как я отношусь к таким ситуациям Но в этой ситуации мне нечего сказать Хорошо, гуманоид, я тебя буду отпускать на твою чистоту Открывается наверху портал против Часовой стрелки 1, 2, 3 Гуманоид забирает все, что он с собой принес Уходит на свою чистоту Закрывая, печатая, растворяя Хорошо У нас остался красный дракон и демон Хорошо Поехали по чистотам Переходим на чистоту Магическое воздействие Если таковое есть или было, проявляется Магическое воздействие идет такое темное пятно Да Которое шло от него и к нему От него и к кому? И к нему самому Вот так вот То есть это им сгенерированное получается, да? Да Это черное пятно стоит Есть к нему канал, к этому? Устраиваем Нет, оно стоит рядом с ним Рядом с ним, хорошо Роман, вы готовы убрать из себя все связи с этим темным С этой темной энергией магического воздействия? Отстегнуть от себя их? Готов И я подхожу к Роману, кладу руки на плечи И помогаю ему сделать импульс Высокое вибрационное шоковое удары И сжечь канал к этому пятну черному К магическому воздействию На счет 3 1, 2, 3, удар Сжигается канал Готово Открывается портал в галактическое ядро И это черное пятно улетает на переработку в чистую первичную энергию Закрывая, печатая, растворяя Готово Хорошо Переходим на чистоту Если еще где-то осталась негативная энергия Эта энергия проявит в виде темных пятен 1, 2, 3 Пошел свет Там прилично будет У него, знаешь, когда магию он сбросил Он начал сверху очищаться Да И проявляться вот эта вот черная энергия Она открывала его потихоньку После Грегора, где-то до середины он дошел И вот это сверху он был Ну, как энергии показались цвета А внизу он черный И сейчас вот эта вот чернота Она проявилась везде То есть ему трудно дышать от нее Горло у него Вот так вот Это и есть черная магия Горло повреждается от тех слов, которые человек произносит Все Здесь все понятно Открываем воронку против часовой стрелки Появляется твой новый высокоэбрационный мир И приступаем к удалению остаточных негативных энергий И вибраций в биополе романа Приступай Вот у него в горле там как шероховатость Такие, как песок ему мешает что-то Вытащи это все инструментом Смотри, у меня, значит, сколько Есть и хорошее, есть и плохое Но плохое в какой-то момент То есть я и про знания говорю Есть и какие-то правильные знания Есть и те, которые в какой-то момент его поглотили 20% правды, 80% лжи Вот так они работают Они разбавляют правду большим количеством лжи Отлично И выкидываю воронку Уносится на переработку Закрывая, печатая, растворяя Готово Хорошо, переходим к процедуре аннулирования контрактов и договоров Три Выходят договора Да, вышли Сколько? Много? Но у него действующие два, я вижу Ну два действующие, это вот эти, которые Один с демоном, один с драконом Прашиваем Роману, он готов расстаться С этими контрактами, аннулировать их Да, он очень хочет аннулировать Роман, никогда больше не заключаете никаких контрактов такого плана Это хорошо, что вы нас нашли Просто через пару лет вас могло и не стать С такой командой, которая находилась в вашем биополе Итак, я говорю вслух А тонкая копия Романа, пусть повторяет за мной Энергиями Один, два, три Пошел возврат энергии, если таковая есть Идут энергии, возвращаются Какого цвета? Голубая и красная Готовы Открываем воронку против часовой стрелки И производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров Один, два, три Закрывая, печатаю, растворяю Хорошо, так, подхожу сейчас к Роману Кладу руки на плечи и даю импульс Высокое аббрационное шоковое удало И сжигаю канал к демону И к красному дракону на счет Три, один, два, три, удар Отлетают каналы Готово Открывается портал в галактическое дроиде Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию Закрывая, печатая, растворяя Хорошо, красный дракон Контракт аннулирован Ты готова уходить? В квартиру Сейчас Хорошо, открывая портал Сейчас на счет три В квартиру Романа Один, два, три И красный дракон забирает все, что он с собой принес И уходит в этот портал и дождается нас в квартире Закрывая, печатая, растворяя Готово Хорошо, демон Мы здесь закончили работать Контракт твой мы аннулировали Согласно его воле У меня еще один вопрос Скажи мне Все-таки 16 Гц Это не 12 Гц Ты не приходишь по мелочам Что там было сделано Что такой высокогерцовый демон 16 Гц пришел К Роману Именно вот эти призывы Магия и грязь Это одно И второе Алкоголь А что ж ты не сказал за алкоголь Это же очень важно Это же ваша чистота То есть там Эксцессивное употребление алкоголя Да? Или он выпивал маленькую рюмочку И на этом заканчивалось Наверное чуть больше Да? Он на него показывает Типа посмотри на него Ему хватит маленькой рюмочки Понятно Хорошо, Роман Вы слышали еще и третий Важный фактор Откажитесь от алкоголя Это чистота Демонического мира Он к вам придет Если вы будете Продолжать то делать Что вы до этого делали Это их чистота Они имеют право быть И они придут Если вы не хотите их видеть Не делайте то, что вы делаете Вы не дадите ему повода Хорошо, демон Благодарю тебя за ответы Лярва ты получил Я думаю, ты в этом отношении Должен остаться довольным Я буду тебя отпускать на твою чистоту Ты готов уходить? А, да, да Отпускаю Хорошо, открывай внизу портал Против часовой стрелки На чистоте демона 1, 2, 3 И демон забирает все, что он с собой принес И уходит на свою чистоту Закрывай, печатай, растворяй Он ворчит Он говорит, что только время теряю С этими людишками Сперва Сперва позовут Подпитают А ты хотел его забрать с собой? У тебя была еще такая цель? Подготовил уже все? Он ушел уже Ушел, хорошо Я знаю ответ все равно Закрывай, печатай, растворяй Все Переходим к закачке энергии, вибрации По цене тонкую копию к источнику Высокой вибрационной чистой энергии Которую Роман получает во время сна Запроси биополе Сколько энергии нужно Роману И какая частая вибрация максимально комфортная? Значит, цифра идет 320 и 26 Но ему постоянно идет слово пентаграмма Хорошо, что это за... Я не знаю, где-то он установил пентаграмму Надо снять ее Он где-то установил пентаграмму А не в квартире или? И установил она неправильно Еще Определенно как-то он должен был ее устанавливать Он ее установил неправильно Она несет совсем другой смысл Хорошо Как это связано с энергией? И вибрациями его? Она негативно влияет на него Где находится эта пентаграмма? Ну вот сейчас я ее вижу в ногах У него под ним Откуда она там взялась? И насчет три выходит пентаграмма из его биополя Один, два, три Зависает в воздухе Да, есть Роман, что это за пентаграмма? Так и хочется сказать Горе от ума Он меня слышит? Он устанавливал, да Хорошо, Роман Вы подставили себе пентаграмму на откачку энергии Вы поняли теперь, да? Всю свою энергию вы отдавали в темный мир Как портал он Так и есть Он и есть Тот портал Хорошо, он готов расстаться с этой энергией С этой пентаграммой Больше никогда не ставить ее в свое биополе Готов? Открывается портал в галактической ядре Пентаграмма улетает на переработку в чистую первичную энергию Закрывая, печатая, растворяя Хорошо И насчет три в макушку головы Романа Начинает поступать семь высоковибрационных потоков по 320% Каждый один, два, три Потоки пошли Наполняет, усиливает Все необходимые цвета начинают поступать Мощность потока усиливается Частота его вибрации поднимается до числового значения 26 Гц Пошел подъем Я понял, почему нам сказали Потому что вся эта энергия ушла бы просто вниз Которую мы его сейчас заполняем через эту пентаграмму Всю энергию, которую он получал, она вся уходила вниз Вот так вот Поэтому у нее 38% Ну еще и благодаря интерферентам Фактически у него было в 10 раз меньше энергии, чем должно быть Готово Синхронизируется энергия вибрации Гармонизируется Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом Один, два, три Пошла синхронизация энергии Да, есть Хорошо, Роман, мы закончили вашу чистку Как вы себя чувствуете? Необычно Привыкнуть к энергиям надо И никогда не возвращайтесь к тому, чем вы занимались до этого, Роман Мы больше вам не сможем ничем помочь, если по этой простой причине Эти сущности опять к вам придут Здесь уже вы должны начать работать над собой Ему информация идет, что ему даже думать надо Мыслить по-другому Ловить каждую мысль и исправлять ее Роман, перед вами большой путь, большая работа лежит В принципе, для которой вы и пришли на землю Ошибки вы уже совершили Мы помогли вам эти ошибки убрать Дальше вы должны идти уже сами И прослушайте этот сеанс Поймите, где вы что сделали неправильно С этого начинается процесс осознания После этого, когда вы поймете свои ошибки Что вы делали неправильно У вас изменится жизнь Как вам сказали, прислушайтесь к своим мыслям Они должны быть чистыми Если вам будет поступать какая-то информация А сейчас она будет поступать Потому что каналы у вас чистые Возможно от вашего куратора Или высшего я, или учителя Вот, вы эти энергии поймете по вибрациям Если они вызывают в вас какое-то неприятное ощущение То это надо проверять, откуда идет эта информация В общем, в любом случае, сейчас вам ничего не мешает Дверь открыта Все лежит в ваших руках Сделайте самое лучшее из этого Заправляйтесь энергиями Поднимайте вибрации, как мы вам показали Сбрасывайте негатив, как мы вам показали в этом сеансе И тогда ничего к вам не прилипнет Хорошо Будем возвращать Романа И для усвоения энергии и вибрации Возвращаем тонкую копию Романа В систему Биоробот Душа Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке Каждой извилинке головного мозга Проходит полная синхронизация Между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами Значит, когда ты сказал поднять его энергии до 620 Для него это гармония и спокойствие внутри И пошла энергия бирюзовая И она его полностью обволакивает сейчас Все его тела сверху Отлично И на 4 отключаясь Поднимаясь в свою комнату диагностики 1, 2, 3 Пошел подъем Да, я на месте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok